Каждый, кто выходил на улицу в период новогодних праздников в Рязани, столкнулся с порой непреодолимым препятствием – гололедом. Расставивший снег застыл и превратился в лед буквально по всей площади города. Дождь выровнял до идеально гладкой поверхности льда и добавил экстрима скользящим по льду горожанам. Другими способами перемещаться было невозможно. И, конечно, падений было много. В течение этого периода у нас поступило порядка, если взять с 31 по 8 число, порядка 1100 пациентов суммарно. Сейчас, вот сами видите, 1097 пациент сейчас у меня на приеме. Соответственно, за это время в основном травмами были переломы. Много было переломов со смещениями, переломы, которые требовали какой-то репозиции. Соответственно, гипсовые лангеты в огромном количестве. Такой поток травмированных, конечно, беспрецедентен. Поэтому в БСМП пришлось открывать даже дополнительные кабинеты на период праздников. Мы привлекали дополнительно докторов, в смену выходили на помощь. Работало сразу несколько, то есть не как обычно у нас два кабинета, а еще дополнительно кабинет повторного приема тоже работали. И суммарно за больше всего, конечно, пик был на третье число пришелся. Это у нас был как раз самый гололед. Впрочем, видео из соцсетей наглядно демонстрирует этот самый пик. В празднике всегда масса гуляющих. Соответственно, травматологи к наплыву привыкли. Но в этом году погодные капризы и удивительно скользкий гололед поток умножили в несколько раз. Впрочем, сегодня очереди уже меньше. К тому же все еще добираются до травмпункта и те, кто пострадал ранее, в самом начале января, но надеялся, что пройдет само. Сама дергала, что ли? Да, она мне дергала, а поскорее в нос. Угу. Сейчас, потому что у вас... Так, сейчас тогда, смотрите, выходим. Нальем в коридору кабинет 39. Делаем суммечку, потом без суммечек обратно к нам. Размечем, сделаем, заходим. Спасибо. Советы по профилактике травм в подобных условиях весьма просты, особенно для людей пожилого возраста. Главная рекомендация – не выходить на лед. Меньше перемещаться вообще по улице. То есть сейчас у нас в целом неплохо развитая инфраструктура доставки. То есть старайтесь как можно меньше выходить на улицу пожилым пациентам и, соответственно, больше пользоваться помощью своих родственников. Потому что, к сожалению, основная когорта – это пожилые пациенты. Их перелом чаще всего ведут со смещением. И, соответственно, это сильно выключает их жизнедеятельность. Поэтому, соответственно, как можно больше находиться дома. Постарайтесь пока что уменьшить свои прогулки. Лучше посидеть недельку дома, чем потом несколько недель ходить в гипсе с переломом. Самолечением заниматься не стоит. И если вы у себя обнаружили симптомы перелома, например, патологическая подвижность в месте травмы или большая гематома, посетить кабинет травматолога все же стоит. Ведь вовремя оказанная помощь всегда лучше, чем борьба со осложнениями. Продолжение следует...